Уважаемые журналисты, мы сегодня расскажем о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Я, наверное, еще раз скажу то, о чем мы уже ранее говорили. Это о том, кто может сделать эту вакцину, кому не нужно уже делать эту вакцину, где и как. В целом, вакцина поступает в Ульяновскую область, начиная с октября, небольшими партиями. То есть суммарно на сегодняшний день у нас была уже поставка 4342 комплекта вакцины. То есть на это количество граждан, желающих привиться. В настоящее время привито порядка 2000 граждан. Остаток остается чуть более 2000, которые мы планируем привить до начала следующей недели. На следующей неделе мы ожидаем еще поставку 18900 комплектов. И в течение февраля 30500. Итого в Ульяновскую область должно быть поставлено для массовой вакцинации 51 тысяча вакцин суммарно к марту. Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, то есть начинают с 18 лет, это взрослые. Верхнего предела возрастного нет. Если изначально было возрастное ограничение до 60 лет, то сейчас это ограничение снято. И наоборот, акценты даже мы расставляем на лица старших возрастных групп, старше 60 лет, на лица болеющих хроническими заболеваниями. Потому что это именно та категория, которая наиболее тяжело переносит новую коронавирусную инфекцию. Также вакцинация подлежат из числа взрослых, те, кто не болел новой коронавирусной инфекцией. Те, кто болел по новым методическим рекомендациям, пока вакцинации не подлежат совсем. Есть противопоказания к вакцинации. Делать ее не нужно детям, беременным и тем, кто кормит грудью. Те, у кого в настоящий момент обострение хронического заболевания или какое-то острое инфекционное заболевание. Лицам с хроническими заболеваниями, кто перенес обострение, вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. Если пациент болел инфекционным заболеванием, то после нормализации температуры, в принципе, уже можно прививать. Ну или выдержать такой же интервал порядка 2 недель. Те, у кого есть тяжелые аллергические реакции, ранее были любые, кто, в принципе, страдает аллергией тяжелой, то тоже делать ее не нужно. И если вдруг была какая-то тяжелая реакция на первый компонент вакцины, то второй компонент вакцины делать уже не будет. Сразу скажу, что тяжелых реакций мы не регистрировали. Перед введением вакцины необходим обязательно осмотр врача. Небольшая анкета заполняется. Ранее анкета была достаточно большая, сейчас эту анкету сократили. Анкета небольшая, она направлена на выяснение у пациента, не болеет ли он в настоящее время чем-то, не беременная ли женщина. И не болел ли пациент острыми инфекционными заболеваниями последние 2 недели и не было ли у него контакта с пациентом новой коронавирусной инфекции. Если вдруг при анкетировании выясняется, что пациент в течение предыдущих 2 недель болел или у него был контакт, то только такому пациенту проводят анализ мазок на ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. Другим категориям, у кого по анкетированию не было выявлено никаких особенностей, ни исследование крови на антитела, ни мазок на ПЦР не нужен. Вакцинация проводят 2 этапа. Первый день и 21 день. Вакцинация считается завершенным после 21 дня. Уровня антител, который защищал от новой коронавирусной инфекции, в настоящее время пока он неизвестен. То есть это еще находится на уровне исследований. И какое время держится антитела, тоже это находится пока в изучении. После вакцинации в течение 3 дней рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь и избегать тяжелых физических нагрузок. Это в течение 3 дней после вакцинации. В настоящее время вакцинация у нас проводится в нескольких поликлиниках в городе Ульяновске и в нескольких районных центрах, в районных больницах. Очень активно вакцинация проводится в первой поликлинике, в поликлинике центральной клинической медико-санитарной части, в ЦГБ, в пятой поликлинике, в Новоспасской районной больнице, в Новоболоклинской районной больнице, в Чердоклинской районной больнице. В пятницу будет вакцинация первая в Барышской районной больнице и Корсунской районной больнице присоединяется. Начата уже запись на вакцинацию. Записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Можно обратиться к своему участковому терапевту, то участковый терапевт уже запишет пациенту при отсутствии противопоказаний в пункт вакцинации, к которому прикреплена его поликлиника, если у них нет на данный момент вакцинации. Можно записаться по горячей линии 122. Если пациент записывается через горячую линию 122, то с ним в течение суток связывается его территориальная поликлиника и все объясняет. И в часть поликлиника у нас открыта запись через портал госуслуги. Как только у нас массово поступит вакцина на следующей неделе, это 18 900 доз, то мы сразу открываем запись по графику во все пункты вакцинации. То есть составляется график, будет известно, в какой поликлинике или в какой районной больнице в определенные дни будет проводиться вакцинация, и пациент сможет туда записаться. Наверное, коллегу слово дальше передам. Может быть, вопросы какие-то есть, мы на них все ответим. Вопросы есть? Скажите, пожалуйста, вот категория граждан 65+, люди, которые инвалиды, находятся дома. Как они будут получать вакцину? Нужно... Извините, пожалуйста. Находим? Можно так? Скажите, пожалуйста, как будут вакцинироваться люди категории 65+, которые находятся постоянно дома, которые инвалиды, и, ну, так скажем, малоподвижные. Будут ли к ним приходить медицинские работники, или все-таки они сами должны приходить, и нужно ли им вообще вакцинация? Ну, это индивидуальный совершенно вопрос, потому что если инвалид находится дома, и, ну, такое ограниченное число контактов у него, и есть какое-то тяжелое хроническое заболевание, то, возможно, в данном случае не нужно будет прививать. Но вообще в целом, по этим, вот по гражданам старше 65 лет и по, в частности, инвалидам, есть же центры социального обслуживания, есть генетологические центры, где стационарно такие лица находятся постоянно. Вот их рекомендуется прививать. Это одна из таких, ну, наивысших приоритетов по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. То есть здесь еще важно, насколько пациент, насколько гражданин активно взаимодействует с населением, с обществом. Внесены изменения в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. От новой коронавирусной инфекции она внесена в национальный календарь прививок. И там, ну, есть такие уровни приоритетов, кому желательно иметь вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Этот уровень приоритет начинается с медработников, учителей, сотрудников транспорта, сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, сферы обслуживания, призывники, студенты. И в том числе работники социальных учреждений и те, кто находится на обслуживании в социальных учреждениях. Борисовна, если можно, тоже вопрос. Собственно говоря, насколько вакцина изучена и, так скажем, какие могут быть или не могут быть побочные эффекты. То есть, понятно, что есть категория граждан, кому не рекомендуется, то есть это хронические заболевания и так далее. Вот некий гражданин, считающий, чувствует себя вполне нормально, записался на вакцинацию. То есть, какие гарантии, что у него все пройдет нормально, что не будет никаких побочных эффектов, что он нормально перенесет вакцинацию? Гарантии при назначении любого лекарственного вещества, будет ли реакция на какое-то лекарственное вещество или не будет, прогнозировать в 100% в варианте сложно. И поэтому всегда врач взвешивает все за и против в отношении каждого гражданина. То есть, если у пациента больше вероятности на то, что вакцина принесет ему вред, то врач выявит у него противопоказания, и такого пациента вакцинироваться не будет. Безусловно, уже есть перечень побочных эффектов, которые вакцина вызывает, потому что и испытания были вакцины, несмотря на то, что она в такой достаточно быстрый срок была зарегистрирована. Есть уже опыт применения данной вакцины, и в инструкцию в данной вакцине уже внесены ряд реакций, которые могут развиваться. Как правило, эти реакции развиваются в первые-вторые сутки после введения вакцины. И общая реакция – это непродолжительный такой гриппоподобный синдром. То есть, это может быть небольшое повышение температуры тела, общее такое недомогание, боли в мышцах, боли в суставах, головная боль. И, может быть, местная реакция в месте введения вакцины – небольшая болезненность. Инфильтраты, возможно, тоже. Да, покраснение, уплотнение. У своих пациентов, у тех, кого привил, у нас здесь присутствуют непосредственно представители и центры вакцинации, главные нештатные специалисты-эпидемиологи, то есть они могут более подробно рассказать, какие были реакции. Но, в целом, реакции такие. Они возникают не у всех, но у кого-то возникают. Ну и прежде чем получить вакцинацию, нужно, так сказать, обследование врача, чтобы врач дал добро, правильно или нет? Осмотр врача. Осмотр врача. Обследование – это, да, сложно назвать, конечно. То есть, врач осматривает пациента, измеряет температуру, давление, сатурацию, смотрит горло. Да, помогает, стоит, слушает, сердце, легкие, зерк осматривает, естественно. И оценивает сопутствующие заболевания. Какие есть хронические заболевания в пациенте? Ну, вот если взять то, что провели вакцинацию, правильно, да? Вакцинацию провели. Вот в основном, основными осложнениями, это вот было 800, 430, ну, я просто хочу сказать, что были как признаки ЛОВИ, были. Но это меньше даже где-то 8-5%, также ОЗНОП проверялся у тех, кого вакцинировали, это еще меньше цифра, то есть половину. И вот у нас были зарегистрированы, ну, единичные случаи ковида. Но тут мы не можем сказать, что ковид возник за счет вакцинации, потому что мы знаем, что вакцина, она вообще патогеном материала никакого не содержит. То есть там понятен, что там ничего такого нету. За разный вирус, то есть это как бы векторная вакцина, которая, собственно, она неживая. И просто в инкубационный период, который находился пациент, пришел на вакцинацию, у которой не было клинических проявлений, то есть это совпало как бы, ну, а не единичный случай может быть, потому что есть такое, что привился, и на 10-й день у него там выявился ковид. Это единичный случай, мы их расценим как параллельное событие, которое вот возникло, то, что он был в стадинку базы. Сейчас на последнем нормативном документе нельзя, не надо проводить и ферментный анализ на определение антин тела. Раньше как бы мы говорили о том, что нужно обязательно. И БЦР-анализ тоже, мазок тоже сейчас не забирается. То есть, и поэтому данная вакцина, она как бы уже имеет уже долгое свое предназначение. То есть, она как бы была уже давно издана, то есть просто на эти рейсы все поставили вот этот антиген аденовируса, да, и который, в общем-то, не вызывает побочных таких сильных явлений. Потому что сейчас, помимо этого, есть как бы непобочные явления, да, или нежелательная реакция. Вот как Инна Борисовна говорила, что 48 часов после вакцинации, если у человека был инфильтран в руке, то есть до 48 часов это является нежелательными реакциями. Если уже более 48 часов, то это уже не связано с вакцинацией. То есть, вот у нас есть нормативные документы, которые пришли последние. Там уже определены, уже перечень, именно каких побочных осложнений. То есть, все правила поведения, то есть, как мы должны себя вести, какие документы мы должны составить. То есть, вот на данный случай, пока на данный период ни одного постфакционального осложнения нет. Но и в России такого тоже не зарегистрировано официально. Да? Нет. Но в Ульяновской области точно нет, и в России тоже. Но гриппоподобные они и есть. И поэтому, собственно, больше говорят, что вакцинацию лучше переносят люди пожилого возраста. Вот как бы вот говорят о том, что у них меньше реакции. Бывают такие случаи, когда на первую вакцинацию, то есть, были какие-то побочные петсы, и у которых и не может не быть, а на вторую ревакцинацию может быть. Потому что уже у человека, мы проводили свои лабораторные исследования, мы уже второй раз собирались. После первой ревакцинации у нас, получается, на 14 дней у пациента уже защитный тетрантител появляется. То есть, когда мы обследовали медицинских работников, то у всех больше 10 был высокий такой тетрантител. Но обязательно нужно проводить и вторую вакцинацию, потому что не надо думать, что мы вот получили одну прививку, у нас высокий тетрантител, и мы не заболеем. Для того, чтобы подкрепить данный иммунитет, нужна вторая обязательно вакцинация. То есть, ну, вот кто привился на тот период, ну, пока вот среди медицинских работников, мы такой скрипт проводили, то у всех высокий тетрантител. Ну, а вот сколько они будут сохраняться, никто ответить на этот вопрос не может. Ну, пока так. Если кто-то вдруг захочет самостоятельно, ну, посмотреть, какой тетрантител у него, то делать надо это не ранее 42-го дня, а от начала первой вакцинации. У вас, наверное, не слышат там. Сегодня утром поступила информация, что, насколько я знаю, больше 500 человек не спасались на вакцинацию. И, конечно, читатель, я пришел в городскую поликлинику номер один, и его развернули, сказали, что в их учреждении еще не доставили вакцины со склада, и еще есть проблемы с холодильниками. То есть их не где хранить. Можете прокомментировать? Да, я могу прокомментировать. Значит, вакцина, когда поступает, она поступает на склад Ульяновской государственной аптеки. Она полностью оборудована холодильным и морозильным оборудованием, которое необходимо для хранения вакцины. Вакцина хранится ниже, ни выше минус 18. Не во всех центрах вакцинации сейчас полностью оборудованы морозильными камерами. Вот, в частности, первая поликлиника, про которую вы говорите, она должна была получить по договору морозильную камеру 5 января, но, к сожалению, большой ажиотаж с этими морозильниками по всей стране привел к тому, что поступление именно в эту поликлинику морозильной камеры обещано поставщиком на этой неделе. Но это не мешает проводить вакцинацию, потому что вот та же самая первая поликлиника и ряд других поликлиник, у которых пока в закупке находятся морозильные камеры, привозят вакцину в день инъекции со склада госаптеки в специальных термосумках, с термоконтейнером, с складоэлементами. Вот, и поэтому, если у вас есть непосредственный контакт с этим пациентом, мы с этим случаем индивидуально разберемся, потому что первая поликлиника вообще, это самая первая поликлиника, которая у нас начала вакцинацию еще в октябре. А вот если можно вопрос уточнить, как раз о чем вы говорили, пациенты, пусть это язвенечный случай, кто пришел на вакцинацию от ковида, но проявлен тот самый ковид обнаружен. Как, собственно, они себя чувствуют и что делаются в таких случаях? То есть, вот, первую, я так понимаю, вакцину помещил, после этого болезнь не проявилась. Ну, он, как бы, у нас медработник, которая, собственно, привелась после первой вакцинации, на 10-й день у нее появились признаки ОРВИ. Когда она сдала мазочек на ковид, получился положительный результат. Но, когда мы проводили вот это расследование, то есть, да, у нее были такие возможные факты, что у нее были контакты с пациентом. Понятно, мы же не можем исключить там контакт с инфекционным больным за 14 дней до вакцинации. То есть, на тот момент, когда она сдавала, ПЦР был отрицательный. Тоже мы понимаем, что на тот момент. Но лечение было амбулаторным, то есть, она легкой формы все это принесла, никакого утяжеления, состояния не было. И, собственно, тетры антител тоже развились. Но, вторую, конечно, вакцинацию никто не делал. Вот они, мы просто эти случаи уже разбирали. У нас есть главный штатный иммунолог, иммунолог, это у нас Чертанцев Александр Петрович, это профессор кафедры УГУ в педиатрии, да, который, в общем-то, сказал, что никак вот эта вакцина, имеющая гамма-ковид, она не содержит ни живого компонента никакого, то есть, она не может, то есть, заразить пациента или вообще, это просто какое-то течение обстоятельства идет. Да, вакцина, она биотехнологичная. Да, она неживая. То есть, в инактивированный аденовирус внедрен частичка генотипа коронавируса. И вот на этой вырабатывается иммунолог. Нет, я спрашивал только в том плане, что... Утяжеление не было. Нет, 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 все хорошо. То есть, проверяли, скучности нет, то есть, было 4 человека перед доврачебным кабинетом, один человек перед кабинетом вакцинации, и 7 человек были уже провакцинированы, сидели в большом зале под наблюдением медицинской сестры в течение получаса. Ну, добрый день, коллеги. Во второй поликлинике выделен кабинет до врачебного приема, и пациенты могут заполнить анкету. То есть, фетчера, два фетчера принимают пациентов, заполняется анкета, собирается эпиденамность тщательно, то есть, болел, не болел, были ли контакты, есть ли симптомы заболеваний, и решается вопрос, необходимо пациенту тестирование перед вакцинацией, или это можно опустить. Далее пациент идет во второй кабинет, кабинет приема врача, где уже происходит осмотр врача, наличие хронических заболеваний и обострения, после осмотра подстален барисную сатурацию, температура, давление, значит, осмотр полностью, и пациент получает допуск на вакцинацию. Далее пациент направляется в кабинет вакцинации, и там уже непосредственно производится сама вакцинация. Далее пациент направляется в отдельную комнату, где происходит наблюдение в течение 30 минут на наличие каких-то побычных эффектов. То есть, они находятся под наблюдением медицинского работника. Но в общей сложности процесс занимает от 15 до, ну, минут 40, в зависимости от того... Без наблюдения. Без наблюдения. То есть, вот процесс в зависимости от того, конечно, сколько пациентов в данный момент подошло. Записаться на вакцинацию можно через сайт госуслуги с выставленным расписанием. Вот до конца этой недели уже записано 33 человека. То есть, сегодня, завтра, после завтра 33 человека записались через сайт госуслуги. Далее, у нас телефон есть специально для записи на вакцинацию 48 08 95. Также по всем вопросам можно обращаться на горячую линию улицы Камысычей, 927 817 90 27. И можно непосредственно обратиться, прийти и подойти вот в этот кабинет до врачебного приема 215, минуя регистратуру, минуя запись к терапевту, обратиться и начать процедуру. Давайте еще вот точки надой расставим. Насчет, ну, просим уж без этого никак, и прихом алкоголя, в конце концов, посещение бали и так далее. Первая часть вакцины будет на первую, вторая на 21-ю. Вот между первым и 21-м днем, что пациенту можно делать, что нельзя? Ну, ограничения, ограничения в соответствии с методическими рекомендациями наложены только на первые три дня после вакцинации. После любой, то есть после первой и после второй? Да, да, да. После первой и после второй. Это вот не мочить место инъекции, то есть тепловые процедуры, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать тяжелых физических нагрузок. Это в течение трех дней после первой и после второй. Ну и до выработки антител, которые две недели, а все равно остерегаться, оберегаться, потому что как бы не было бы, ну, то есть ходить в маске, соблюдать все эти противопедимические мероприятия, потому что если ты сделала себе вакцину, это не говорит о том, что ты с первого дня уже все, ничего не боишься, то все равно как меры предоставлены соблюдать. Ну, в любом случае вакцина не отменяет для привитого гражданина обязанность носить маску. Вообще, это не связано с вакцинацией, а в принципе связано с, в целом, эпидемической ситуацией. Один вопрос поступил на соцсетях. Ваше семейство региона спрашивает, сколько дней я потрачу в целом на вакцинацию, на весь процесс, и сколько дней. Говорят, что нужно еще сдавать платный анализ на именно клубулин, более 600 рублей. И где записывают, если у нас нет участкового врача? Да, записаться можно там, где сложности с участковым врачом, но там, значит, назначен другой участковый врач, 122, горячая линия 122. Они производят запись на вакцинацию. Никаких дополнительных обследований на антитела и на ПЦР заранее делать не нужно. Если пациенту понадобится выполнить ПЦР перед вакцинацией, то ему сделают это в поликлинике по месту жительства. Бесплатно? Да, бесплатно, да. Повольте, пожалуйста, хотелось бы понять, когда учреждения здравоохранения по всему региону подтянутся к этому строю или будут готовы обеспечить вакцинацию всего на Северной Дианской области, поскольку, как я сейчас понимаю, у нас далеко не в каждом районе как это будет проводиться. Сразу, как только у нас массовая вакцина поступит на следующей неделе, мы по графику откроем во всех лечебных учреждениях, где есть лицензия на вакцинацию. Это, в принципе, все первичное звено, которое традиционно вакцинируют от гриппа и так далее. И по графику будем доставлять туда вакцины, предварительная запись будет открыта, то есть сразу со следующей недели. Получается более 12 лечебных учреждений. Да, более, у нас всего 40 лечебных учреждений первичного звена. И если мы к этому еще подтянем мобильные ФАПы, то у нас получится 61 точка. А пропорционально по населению? Ну, естественно, мы будем смотреть, если где-то больше записалось граждан предварительно, то это будет тоже учитываться. Причем, от принимателей, возможно ли проводить вакцинацию массовую на предприятиях? Будет ли такая возможность? И находятся ли работники магазинов? Ну, сфера обслуживания, да, в целом они относятся к той категории, к которой можно вакцинироваться. И на крупных предприятиях, где есть большое количество желающих провакцинироваться, да, мы рассматривали такой вопрос, обсуждали, в частности, уже даже в ЦК МСЧ, что именно в термосумках туда будет выезжать бригада врача и медсестра для организации вакцинации. А сроки есть какие-то для вакцинации? Я думаю, что все это развернется в течение февраля с момента поступления вакцины, то есть с конца января и дальше. Вопрос по электронной записи. Расскажите, пожалуйста, в какие пункты вакцинации мы уже можем записаться с помощью сайта Госуслуг и как эта партитура проходит? Ну, сейчас в ЦК МСЧ, как можно сказать, как процедура проходит, Мария Александровна расскажет. Да, записаться в настоящее время через единый портал Государственных услуг возможно только в ЦК МСЧ, потому что это тот центр вакцинации, который полностью обеспечен вакциной и, соответственно, морозильными, холодильными различными установками и так далее. Запись, соответственно, формируется самой поликлиникой. Они формируют запись, выкладывают, соответственно, это расписание. И расписание отображается уже на портале Государственных услуг. На портале Государственных услуг человек заходит в свой личный кабинет, открывает услугу, запись на прием врачу в скобочках вакцинация и, соответственно, выбирает поликлинику. Но в настоящее время это сможет сделать только прикрепленное к ЦК МСЧ население, потому что у нас здесь территориальный принцип у нас не отменялся. То есть человек, например, из Теренгульского района не сможет записаться в ЦК МСЧ, потому что он прикреплен к району Теренгульского района. Он может его записать, правильно, врач? Да, да. Но помимо того, что и через госуслуги выбираете соответственное время, все записи осуществлены, если, например, у вас что-то изменилось, пациент также через личный кабинет на госуслуг может отменить свою запись на вакцинацию и, соответственно, это все тоже отобразится. В случае, если, например, нам необходимо все-таки провести вакцинацию человеку, который из районной больницы, пациент приходит в свою поликлинику в районную больницу, проходит обследование, консультацию у врача, и врач может уже с использованием региональной медицинской информационной системы записать пациента на вакцинацию, например, в ЦК МСЧ. То есть напрямую пациент не прикреплен к ЦК МСЧ, пока записаться не сможет. Я добавлю, сейчас мы составляем график вакцинации на те 18 тысяч вакцин, которые к нам придут, и в соответствии с этим графиком во всех пунктах вакцинации сразу же откроем запись предварительную на все пункты вакцинации, и чтобы население всех районов и городов смогло записаться, то есть без исключения, по каждой районной больнице, по каждой поликлинике. Как раз вопрос, если можно. Я понимаю, как рассчитывалось количество вакцин, которые поступают в регион, то есть это в зависимости от спроса и так далее, и так далее. Но эпид-обстановка меняется каждый день. Ну не знаю, не дай бог, конечно, где-то что-то произошло. Так скажем, желающих стало гораздо больше. Вот сможет ли регион получить еще дополнительно какое-то количество вакцин, если ажиотаж, так скажем, будет? Ну сейчас, как нам говорят федеральные эксперты, что идет активная наработка вакцин в февраль-март, и что не будет ограничена той поставкой, которая озвучена, вот эта 51 тысяча, что планируется удовлетворить такой полный спрос и осуществлять и дальше. Спасибо. А почему это не вакцинация для тех, кто предполагает? Ну, видимо, потому что нет для этого необходимости. А антицеллажа, они все равно на них стоят? Есть случаи по-кому, на заболевание? Видим это в процессе изучения. То есть мы руководствуемся теми инструкциями, которые есть, и они составляются научно-исследовательскими центрами, поэтому, скорее всего, что было проведено какое-то исследование и заключение, что нет такой необходимости. Кроме антителл сложная система иммунитета, и кроме антителл есть еще и другие компоненты иммунной системы, которые мы вот так вот, ну, мы с вами пощупать не можем определить, но они все равно работают и действуют, поэтому тут иммунный ответ более сложный, чем просто вот тот уровень антителл, который мы все вот так в рутине с вами определяем и им апеллируем. Ну, я хотела сказать, у нас же тетрантителл, это моральный иммунитет, а еще есть клеточный иммунитет, который у нас сейчас никто не может рассмотреть, то есть в Москве есть эта система, да, ну, сказали, что очень, ну, там, высокая стоимость, вот, и поэтому, собственно, мы про клеточный иммунитет свой никто не можем его определить и, как бы, рассказать, может, из-за этого все это связано. Ну, и сейчас-то, конечно, стоит задача защитить в первую очередь тех, кто не болел, потому что, безусловно, те, кто переболел, в любом случае иммунитет к этой инфекции имеется. Даже низкие титры антител тоже говорят, что они тоже защитны, то есть раньше говорили-то до 10, после 10, а сейчас выбрали даже эту интерпретацию, то есть раньше говорили так, сейчас говорят по-другому. Можно еще вопрос про реалитетность? Понятно, что из первой, второй и дальнейшем уровня, вот из числа тех людей, которые записались, то есть будут вызывать именно сначала тех, кто... Из числа тех, кто записался, не будет... Нет, по порядку, конечно, всех будут вызывать, кто записался. Речь идет о том, что если рассматривать в каком-то глобальном и массовом масштабе и, допустим, рассматривать массовые заявки предприятий большие, вот в таком случае мы рассматриваем уровень приоритетности. Конечно, мы начали сначала с медицинских работников, с учителей, вот, а те, кто записался вне зависимости от уровня этих приоритетов и просто по своему личному желанию, то тут будет работать только от наличия у него противопоказаний. Если нет противопоказаний, все желающие могут быть привиты, независимо от того, кем они работают. Речь идет о том, что более активно привлекать к вакцинации те, кому вот по уровню приоритетности это более важно. Слава Васильевна, хочу у вас еще уточнить. Я пропустил в начале цифры. Сколько человек в день прикинуть в ваши прививатели? Мы сейчас три. Последние два дня мы прививали до ста человек. Больше ста. Ну, и я так понимаю, это цифры пока что еще вот нету такого ажиотажа на кругу. Если вот, как коллега сказал, что действительно может быть ажиотаж, когда желающие будет там, ну, 300-400 человек в день готовы к поликлинику? Готовы. Мы просто развернем дополнительный пункт в самой поликлинике и осмотр врача, и вакцинации. Мы, когда нету вакцинации, будем увеличивать количество вот в данном периоде. Можно я добавлю? Вы говорили про население. То есть поликлиника вторая уже привела группу Сенгилья из Теренгольского района. Мы привела на организации, поэтому активно население области к нам поступает и других ЛПУ. Да, сегодня Теренгольского района прививается. Да, сегодня Теренгольского района. Да, вчера два дня назад Сенгильей к нам приезжал. Это приезжает Насей Генниеву, записавшаяся на вакцинацию. А то есть не район вакцинации, а имунистративные? Они прикреплены к нам. Да, сейчас вот мы. Да, сейчас вот мы. Да, сейчас вот мы. До настоящее время отрабатывали так, потому что и вакцины было не такое большое количество. Они приезжают как-то централизованные? Да, они приезжают группами, им назначено специальное время, и в этот момент мы только их смотрим, вакцинируем. А потом же, когда отходят все пункты, в район в том числе приезжает сюда? Мы будем доставлять, да, безусловно, вот то большое количество вакцин, которое я озвучила, оно не будет уже ограничиваться тем небольшим количеством пунктов вакцинации, которые сейчас работают. Это будет тотальное, и по графикам она будет доставляться во все территориальные поликлиники. Обучены специалисты в районах уже готовы, Леонид? Да, да, специалисты обучены. Нам заранее пришли обучающие материалы, инструкции. Дополнительно с каждой поставкой вакцин еще приходят брошюры, которые мы сразу распределяем по лечебным учреждениям, и под роспись были проучены во всех поликлиниках тот персонал, который непосредственно занимается вакцинацией. Вакцинация проводится только в лицензированных подразделениях, только в лицензированных поликлиниках, где это разрешено. Отдельная какой-то лицензия для вакцинации против новой коронавирусной инфекции не нужна. Это общая лицензия, которая имеется у прививочного кабинета. Частных вакцинах не планируется? Пока нет. Мы передали вакцину в поликлинику РЖД, то есть по своей форме собственности она является частной, но к ней у нее есть прикрепленное население, там большое количество работников транспорта наблюдается, и в частности в поликлинику РЖД мы передали вакцину. Еще вот такой вопрос, скажите, вакцина будет ежегодной или она будет с одиннадцать на всю жизнь? Пока нет таких установок, подозреваем, что ежегодная. Ну, сказать точно сложно. Спасибо.